Девушки отдыхают И Марина Кравец Добрая-добрая, она хотела сказать то же самое Ульяна Кулаева Марина, спасибо, ты мой переводчик на человеческий язык Что ты говоришь? Я ничего не понимаю А? Колодин, пушка, страшно! Вот это надо, понимаешь как Первый вопрос Назовите три места, где можно гулять с ребенком Первая, Наташа, пожалуйста 14 февраля Друзья мои, один из самых Цветочных дней в году Но часто так бывает, что наши вторые половины Забывают или просто Не находят времени для того, чтобы Купить букет, ну или просто не могут себе позволить Супердорогой Так вот, сегодня у нас есть потрясающая возможность В этой студии собрать букет, который будет Очень актуален, но при этом не очень дорогой Обожаю такие варианты Хороший вариант И поможет нам Сегодня наша гостья Флорист Дарья Тетинок Давайте ее поприветствуем Дарья! С огромным удовольствием Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте! Дарья! Слаживайтесь! Даша, здравствуйте! Здравствуйте! Радости видеть! Пожалуйста, про какие-то супер-фэшн-тенденции в вашем мире А вы знаете, они такие же, как и во всем другом мире Все уходит в естественность, в лаконичность, в простоту И в определенной такой степени экологичность Даша, что может быть экологичнее, чем сами цветы? Что значит экологичнее? Ну, в целом, конечно, цветы это действительно экологичный продукт Но, наверное, здесь идет речь об упоре на красивую декоративную зелень На то, чтобы не использовать какое-то неимоверное количество роз, окрашенных цветов Там, не знаю, лент, какое-то там баснословное количество упаковки То есть все стремится к простоте Вот это рок-обарокко, оно ушло все в прошлое На женщинах такое любит О, кобарокко Простите, пожалуйста, а вот если мир так стремится к экологичности и флористику тоже Может быть стоит использовать тогда вообще, ну, как бы, сухоцвет, да? Такие, типа, уже завядшие цветочки, да? Ну, в целом, возможно, собирать цветы и из завядших цветов И я скажу так, что они стоят даже дороже порой, чем свежие цветы Не наш вариант, закрыли тему Нет-нет-нет, можно использовать те цветы, которые вам подарили Засушивать их, пересобирать И передаривать У меня вопрос, получается, есть букет, который ты подарил на 14 февраля И в теории ты его можешь реанимировать к 8 марта, правильно? Ну, можно пособирать даже несколько лет подряд букет на 14 февраля А если день рождения в апреле, то там еще какой-то праздник Да Что, Даш, давайте на этой веселой ноте Допросим наш реквизит и уже, наконец, посмотрим, как вы это делаете Да, конечно Так, что, у нас появился реквизит в студии И вот мы просим вас, Даша, показать нам мастер-класс Это вот он, сухо... как? Сухоон Сухоцвет Что это вообще за цветы? Расскажите Ну, здесь у нас на самом деле всего лишь три розы Потому что у нас была речь про экологичность, про своего рода бюджетность Можете называть все? Вот это, значит, магнолия, да, у нас? Это магнолия, да, это декоративная пихта, значит, это пудровая роза Просто пихта, я бы думала, что это просто елочка Это елочка, но она не осыпается То есть ее фишка именно в том, что она не осыпается Просто не ожидала такой шквал эмоций Давайте собирать букет Итак, берем магнолию, к ней добавляем пихту Да, вообще все цветы, как бы так, наверное, надо, чтобы зрители тоже смотрели Все цветы в букете мы собираем по спирали Таким образом, чтобы был у нас объем На самом деле, для того, чтобы букет выглядел эффектно Совсем не обязательно, чтобы было какое-то баснословное количество роз Достаточно буквально даже три штучки А вы можете рассказать, что еще у вас есть? Вот у нас есть пихта и магнолия Пихта, магнолия, веточки, эвкалипта Здесь у нас брусника Ну, не брусника, но нет И замечательный дельфиниум Дельфиниум Дельфиниум? Да Очень классное решение использовать цветы в букете На стебле которым очень много соцветий Таким образом, букет сразу же становится значительно эффектнее Кстати, а девушка будет рада такому букету, если я ее подарю? Я думаю, да Ну, тоже смотря какая девушка, но вообще, мне кажется, девушка, которая ценит Эстетику Эстетику, да, которая стильная девушка, да, современная То она безусловно То есть можно проверить заодно девушку? Даришь ей букет? Не взяла? Не нужна тебе такая девушка? Эстетику, которая возьмет Да, если она тебя любит, она будет тебе рада и без букета Хорошая схема Вот такая проверка Ну, вообще, такой Ну, на самом деле, да, если мы все-таки возьмем те же самые розы То, конечно же, такой букет был бы значительно дороже по стоимости Но сейчас у нас действительно он получился стильный Он действительно получился экологичный И точно не обычный И не стандартный Не стандартный Спасибо вам огромное За ваш супер-мастер-класс Спасибо Да, это очень красиво И просто потрясающе Ну, мы хотели поговорить об экономных букетах Но букет получился шикарным Но это потому, что наши девочки все очень сами шикарны И достойны только таких букетов Как хранить лекарства? Я думаю, что очень многие телезрители даже никогда не задумывались над этим вопросом А между тем, там есть определенные правила И, вообще-то, целый ряд вопросов у меня есть на эту тему Потому что, наверняка, детская аптечка должна храниться отдельно от взрослой И так далее, и так далее В общем, без эксперта не обойтись Давайте поприветствуем в нашей студии Врача-педиатра Милану Сабееву Здравствуйте, Милана Здравствуйте По поводу аптечки Вот сразу, да? У разных людей аптечка выглядит по-разному Кто-то хранит в коробках Кто-то в закрытых ящиках Кто-то берет обувь Специально покупают ее, чтобы выбросить И в эту коробку складывать лекарства В общем, какой способ самый практичный? Какой самый правильный? На самом деле, мне очень часто задают эти вопросы Я считаю, что лучше выбирать металлическую Или пластмассовую коробочку Сейчас также существуют такие аптечные специальные кейсы В которых есть специальные ячейки для хранения лекарств То есть это очень удобно Насчет хранения лекарств в коробочке или в пакете Это не совсем удобно Я объясню почему Потому что бывают какие-то форс-мажорные ситуации И человек теряется И вот в этой куче найти какой-то определенный препарат Это бывает очень сложно Детская аптечка, она должна храниться отдельно от взрослой? Или можно их? Нет, я считаю, все-таки аптечка должна быть семейной Как я ранее говорила Продаются специальные аптечки, аптечные кейсы В которых есть ячейки Можно просто каждую ячейку подписать И это будет очень удобно А нужно ли отдельно еще хранить аптечку на экстренный случай? Да, конечно Сразу все, как автомобильное, грубо говоря Конечно, да Это нужно Да там же можно подписать экстренная помощь Но не всегда из этой аптечки можно брать средства все-таки для детей Ничего не нужно Или отдельно еще ящик должен быть для детской экстренной Это в идеале уже У вас так? У нас не так То есть вы нормальный человек Да Понятно Как часто вы рекомендуете делать ревизию аптечки? Вообще ревизию аптечки в идеале рекомендуют делать раз в квартал Угу Но, к сожалению, не все это соблюдают Поэтому я очень настоятельно рекомендую подписывать препараты с подходящим сроком годности Такими яркими фломастерами И красным, которые совсем скоро закончатся Да А если, например, мы собираем аптечку специально для детей Какие категории лекарств должны туда входить? Да, есть определенный перечень лекарств Которые обязательно должны быть в детской аптечке Это на случай экстренных каких-то ситуаций Это жаропонижающие противоаллергические препараты обязательно должны быть Сорбенты должны быть Также рекомендую, чтобы в аптечке обязательно были растворы для промывания носа И сосудосуживающие капли Но при этом для детей до года должна быть одна аптечка, для более старшего ребенка уже другая Желательно, да В любом случае очень важно, конечно, советоваться собственным врачом-педиатром Конечно Милан, скажите, пожалуйста, какие предметы из аптечки, кроме градусника, желательно иметь всегда под рукой? Ну, смотрите, если мы говорим о детской аптечке, то в обязательном порядке там должна быть газоотводная трубочка, пипетка и назальный аспиратор Потому что детки маленькие сморкаться не умеют пока что Ну, как бы это должно быть под рукой обязательно А если взрослая, то газоотводная трубочка уже не обязательно Не обязательно Милан, спасибо огромное Мне кажется, стала яснее тема аптечки Спасибо вам тоже Спасибо В этом году телеканалу Матч ТВ исполнилось 5 лет И, собственно, по этому поводу мы пригласили в нашу студию комментатора телеканала Матч ТВ Георгия Черданцева Давайте, мы встретим! Георгий! Наконец-то! Георгий, ну, наконец-то! Здрасте Здрасте Как удобно, как удобно Ну, комментаторам так можно, конечно Вы вообще себе можете позволить все, что угодно Ну, классно, что пришли к нам на новое утро Хорошо, что позвали Да Поздравляем всеми леем Я обычно с утра сплю О, как мы тебя выхватили сегодня Так что для вас я сделал исключение Спасибо, что просил А я делаю тоже, что я всю жизнь работаю по ночам У меня какие-то внутренние часы То есть я сейчас вообще мертвый абсолютно А мы не можем сейчас определить, вот вы спите или нет? Это загадка А вот легко, смотрите Вот, смотрите, сейчас Это бодрый Это начало матча Это эмоциональный комментатор Ну, все знают твою цитату Михаил, процитируйте, пожалуйста Колодин, пушка, страшно Не так, нет, давай Я даже не смогу так Попробуй Колодин, пушка, страшно Нет, а можно Ты что, козет вам делаешь? Нет, надо Мастер-класс Покажи класс С подачей Колодин, пушка, страшно Вау Вот это надо, понимаешь? Евгений, а вы сами играете в футбол? Да Я больше всего, если бы меня спросили, что я больше всего люблю делать в футболе Комментировать его, вести передачи про футбол Или играть в футбол, но не в фифу, не в компьютерную Да, настоящую Я бы на первое место, конечно, поставил играть в футбол Потому что, по-моему, это вообще самый большой кайф, который только есть в этом виде спорта Это именно вот игра в футбол Потому что все остальное, это уже профессия, это уже какие-то навыки А вот азарт, который ты получаешь, играя на настоящем футбольном поле Это вообще кайф А когда вы бежите, сами играете, вы внутри себя комментируете? Вы знаете, я бегать уже не могу, я в основном стою Тогда легко комментировать Держись за штангу По этой схеме работает большинство наших футболистов Мне всегда интересно Вот есть комметаторская рубка Есть, когда смотришь дома футбол сам А вот ситуация, когда Черданцев пришел в бар Вот обычно в баре все орут, каждый считает себя самым главным И тут люди понимают, что в баре Черданцев Они все замолкают и слушают? Или показывают свое мастерство? Как это происходит? Конечно, футбол сильнее, чем даже я Поэтому он привлекает, к счастью, внимание больше Но живой репортаж с живыми людьми Это очень полезный навык для нас Потому что мы, в отличие от артистов, которые на сцене выступают Как Марина регулярно контактирующая с публикой много лет Мы с публикой контактируем меньше И поэтому ожидание летящей в тебя кружки пивной Оно как-то настраивает на определенный лад Насколько я понимаю, ты не всегда работал комментатором Когда-то ты был грузчиком в Турции, это правда? Это было коротко, это был такой тренинг удивительный Как так произошло? Я должен был уехать в турфирму представителем, турфирмы, менеджером Но мне сказали, менеджерить ничего не нужно, это все легко Но нам нужны грузчики на складе, иди И я две недели работал в Турции на складе Это вообще одни из самых лучших моих воспоминаний в жизни 96-й, по-моему, год, то есть это самый расцвет шоперов, которые возили Ну вы не застали, по-моему, вы совсем молодец Так это дубленочки, я знаю Дубленочки, вот эти вот еще такие были полосатые сумки холщовые Да-да-да Сколько-то в них влезало определенное количество Ну вот я как раз оттуда это достала Мы грузили чуки с утра до вечера по 50 килограммов То есть это был такой хороший вообще тренинг Ну и вообще классная компания была грузчиков И было невероятное количество девчонок Потому что вся гостиница, она была вся здесь в девчонках С первого по десятого этажа со всей страны приезжали И вы их одежду грузили Так вот в чем кайф-то был Пока не в работе грузчиков Я бы там остался, честно скажу, навсегда А чем занимается ваша жена? Опа! Моя жена занимается очень полезным делом Она мой директор А-а Да, у нас семейный подряд А вас требуется как бы продавать? Или требуется просто считать деньги, которые к вам приходят? Надо делать и то, и другое То есть это ситуация, в которой невозможна заначка от жены Никак Просто исключена Да, представляешь, очень выгодная ситуация Потому что при этом все деньги остаются дома И мне нечего скрывать А как подарки покупать? А, давай Как ей подарки? Она же знает, сколько было денег Есть нетрудовые доходы Ага А ты понимаешь, да, Георгий покупает подарок А с ее карточки списываются деньги Это совсем неудобно Собственно, мы же все прекрасно знаем Что вы в совершенстве владеете итальянским Ну, ладно Ну, мы так знаем Я уже все забыл А давай сейчас проверим Сейчас будешь спрашивать мне слова какие-нибудь Как будто стол Нет, мы хотим попросить вас перевести пару песен с итальянского Пару песен? Пару песен Ну, давайте попробуем Комментируйте, что там Нет, ну опера вообще невозможно переводить Потому что непонятно вообще ничего На каком языке он поет Давайте дослушаем сейчас Контекст будет понять Это там Сборная Италии Сейчас выходит на матч ТВ Матч ТВ И будет с буфоном в воротах Побеждать всех подряд Ария об этом потрясающая Да, мне кажется, это футбольная ария Думала о футболе? Ну, на самом деле опера это угнетение Потому что вообще ничего не понятно, что они делают Оперу можно смотреть только с титрами На самом деле только что было спето С юбилеем матч ТВ С пятилетиями Поздравляю Спасибо огромное еще раз, что пришел Ну, друзья, а вы смотрите спорта Еще лучше и занимайтесь им Говорят, что с одним ребенком, с первым Ну, тяжеловато А вот с двумя, с тремя, с четырьмя Уже гораздо легче Так ли это на самом деле? Мы сегодня поговорим с многодетной мамой Мамой троих детей Евгенией Солнышковой Евгения, здравствуйте Здравствуйте Ну и сразу, да, комплимент от Михаила Солнышковой у нас в студии наконец-то появилась Евгения, вы мама троих детей Они тройняшки, да, получается? Ну, почти Они двойня и погодка Значит, получается, двое и один Две мальчика, две девочки Две девочки, они близняшки И сын погодка Евгения, расскажите, пожалуйста Мам троих детей Трое детей и их мама Как организован ваш день? Ну, с недавних пор В нашей семье появился садик Это волшебное место Просто потрясающе Почему я не открыла для себя его раньше? Мы просыпаемся в 7.30 утра И идут в сад И где-то с 9 часов утра До 5-6 вечера Начинается время Которое я могу посвятить себе А им Время посвящают воспитатели Сколько у вас чемоданов Когда вы едете всей семьей на отдых? Мы ни разу не ездили всей семьей на отдых Я так еще не рисковала Какого-то ребенка оставляют дома, чтобы он охранял Чаще папу Не, ну если мы едем, например, за город На дачу или к друзьям То да, сборы занимают порой сутки Большое количество сумок, чемоданов Чтобы все было Потому что каждому ребенку нужна сменная одежда Обувь, носочки и прочее И это огромные баулы Как уделить каждому из троих внимания? Ну вот это правило, которое в нашей семье Наверное, уже года полтора Мы периодически с мужем берем одного ребенка На какое-то путешествие небольшое Или просто на прогулку Чтобы каждый из них почувствовал себя особенным Хотя бы там на полчаса Или на пару часов И тогда они каждый чувствуют себя в любви Каждый чувствует, что он особенный Персональное время Да, да, да И вот это действительно очень сильно нам помогло Они стали как меньше внимания требовать А когда ребенок требует внимания, он капризный Что такое капризный ребенок? Возможно, недолюбленный Или которому не хватает внимания Мы решили этот вопрос семье таким образом Или голодный просто ребенок Ну да, как вариант Давайте расскажем всем нашим телезрительницам Или телезрителям В чем плюсы большой семьи? Потому что многие, может быть, побаиваются этого Вот расскажите о ней Вот та семья, где много детей Ну, изначально, когда мы с моим мужем создали семью Мы создали ее на основе любви и дружбы То есть мы, в первую очередь, друзья И теперь у нас на три друга больше в семье То есть это наши друзья Которые вместе с нами проводят быт Проводят какие-то праздники Они никогда не отделялись, как у нас в детстве За детский стол То есть это часть нашей тусовки Назовем это так А когда появится четвертый друг? Лет через пять Да? Да Ну тогда мы ждем вас снова В нашей студии Спасибо большое, Евгения Спасибо О счастье многодетной мамы мы сегодня поговорили Миш, тоже есть над чем подумать У тебя пока только двое? Да, и парковка бесплатная Кстати Ну что ж, все мамы переживают за состояние своего малыша Когда оставляют его наедине с отцом Вот сегодня мы и проверим Оправданы эти переживания или нет У нас в гостях пара Зовут эту пару Наталья Левченко и Герман Волков Наталья фитнес-тренер Герман фитнес-тренер На этом, видимо, они и сошлись Да, два фитнес-тренера Сейчас, собственно говоря, что будет происходить? Я буду задавать вам вопросы Которые будут вас погружать в стрессовую ситуацию Вопросы, связанные с детьми Ваша задача в стрессовой ситуации Быстро и правильно среагировать Как это будет происходить? Я задаю вопрос На каждый вопрос вам нужно дать Три варианта ответа Кто из вас готов это сделать? Нажимаете на кнопочку После чего даете три варианта ответа Ну, например, там, не знаю Условно говоря Три игрушки для ребенка Любые Вот, ну, давайте попробуем Итак Машинка-конструктор Лего Машинка-конструктор Лего Два балла заработал бы, если бы мы играли А после этого у Наташи есть возможность Заработать один балл Если назовет еще три игрушки Готовы? Да Понятно Итак, удачи всем Первый вопрос Назовите три места, где можно гулять с ребенком Первая Наташа, пожалуйста Парк Дальше, быстро Зоопарк И? Дом Хорошо, Герман Детский магазин Взрослый магазин И дом, да? Детский магазин Машина? Нет, нет Все, не заработал Не заработал Значит, два балла зарабатывает Наташа Идем дальше Следующий вопрос Назовите три еды Которую может есть малыш На букву М Пожалуйста Маффин Дальше Молоко Молоко Маршмеллоу Вы говорите по-русски Маршмеллоу Маршмеллоу Маршмеллоу, маффин Хорошо, ваша версия, Герман Мармелад Мармелад Айс-крим Милка Шоколад Годится Да, хорошо И? Может, морковка какая-то? Мясо Мясо Мясо, хорошо Правильно, отлично Итак, два балла у Наташи Один балл у Германа Переходим к следующему вопросу Назовите три лучших мультфильма Первый был Герман Пожалуйста, быстро Ну, погоди Незнайка А он только по два может, да? Это прикольно Разгоняюсь И третий Не засчитываем, пожалуйста, твою версию, Наташа Так, Винни-Пух Смешарики Смульфики Ну, это... Мать Один балл Что ты тут скажешь? Идем дальше Три самых опасных места в квартире Отвечает Наташа Балкон с открытым окном Ванная комната И, конечно же, кабинет молодого человека, когда он работает Это очень опасное место Кабинет отца, да, там действительно опасно Там папа в зуме, да? Да Пожалуйста, твои три версии Кухня, открытая печка Раз Два В квартире В квартире, да Там у тебя печка есть, напомню Ты уже сказал Еще два места Кабинет у тебя есть И маршмеллоу Так и живете Нет Два балла забираю я Следующий вопрос Назовите три предмета, которые ребенок тащит в рот на букву Л Наташа Лютики Лю... Что это? Откуда они там? У меня дома лютики Дома лютики Дальше Лампа Лампа И лепестки Лепестки лютиков Верно Пожалуйста, Герман Ложка, линейка И... Давай, Герман Вот у тебя прошло 30 лет За всех отцов, давай, Герман Герман Наил, наил, наил Наил, что-то на любое слово Давай, давай, давай У нас программу сегодня специально продлили ради этого момента Мы договоримся с каналом Пожалуйста Возможно Может быть, какой-то предмет на Л Возможно Может быть, линолеум Линолеум Пусть будет линолеум Постоянно Линолеум Он справился, один балл Финальный вопрос Как мило назвать малыша? Три ответа, пожалуйста Карлсон Карлсон Котеночек Котеночек Смурфичек А про Карлсона это как вообще? Ты мой Карлсон, это как кнопка на животе или что? Ну иди Можешь ночью потише тарахтеть Твои три версии Как мило назвать малыша? Мусик Мусик Котик И классика жанра Третий ответ Пупсик Мусик Котик И пупсик Ну что ж Вопросы подошли к концу И сейчас мы подведем итог Пожалуйста С небольшим, но все же перевесом Побеждает в нашей нелегкой борьбе Наталья А это значит, что Ребенка с мужем оставлять можно Но лучше все-таки за ними в этот момент приглядывать Ребят, спасибо большое за то, что пришли в гости В нашу студию И это была программа Новое утро Да До скорых встреч Хорошего вам дня Пока Пока Пока